начать я хотел вот чего помните вот этот ролик я думаю помните думаю очень многие людей кто его помнит он вышел очень очень давно 2014 еще году на канале кайло так вот друзья мои помимо этого ролика у него тут на канале еще были прохождение вот и прохождение скорее но к сожалению он всех поудалял к сожалению вот такая фигня и среди этих видео видео с квестом на ботинке ослепляющей скорости так вот он показывал как работать этот квест 16 года была записи это я прекрасно помню то есть вот видите тут у него осталось всего лишь четыре видео того времени сейчас разумеется никаких прохождений по скайвинду они снимают даже близко не собираются вот только коротенькие ролики будут такой друзья что я хотел вам сказать по этому поводу возрадуйтесь друзья мои возрадуйтесь потому что наша версия скайвинда доросла до 2016 года сейчас я вам пытаюсь это дело показать и нам разумеется нужно включить решает чтобы все было покрасивее так ну что ж я тогда нажму пока на паузу запущу игру и покажу вам что к чему тебя хотя вообще-то не не совсем сразу же на паузу так вот тут вы можете видеть у меня список квестов так 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 тут это я уже подправил значит немного забегая вперед скажу сейчас погодите у меня только главное сохранится без ошибок это очень важно чтобы как запись идет видите и еще сохранение тут надо немножечко потерпеть я даже паузу не могу отжать пока тут сохраняется я расскажу о тех трех квестах которые я собираюсь сделать на на это обновление во-первых это это сапоги ослепляющей скорости нелеса ленда и вперед к полям куму вот эти вот три квеста будут как только они будут окончены это маленькие такие сторонние кресты сразу же выйдет наше обновление который будет называться святой джуб смеется это все случится в одном случае если мне сохранение сейчас работает не отвечает ну окей там изменение небольшие были поэтому не страшно теперь нажму на позу и итак у нас начинается стартовый крест нету второго монитора друзья поэтому небольшое туда-сюда ага так запись продолжилась все отлично надеюсь она будет видно так я персонажи я создал так что собственно буду сейчас вам показывать тот квест который я починил называется пельмени и батинки скорости я дико извиняюсь за эти за эти два фпс которые вы видите так друзья мои это у нас обновление святой джуб тут очень много диалогов говорящих нпс шик стало больше ну вы слышите это все на заднем фоне приветствовать тебя и пригласить да ты в муравейне не могу сказать почему ты здесь или почему тебя выпустили из тюрьмы и привезли сюда но твое разрешение исходит прямо от императора уриэля сектима седьмого и больше мне ничего знать не нужно потом добавлю фразу стадишь свободным морком для ухов так у нас дверь открылась если вы слышали щелчок то справа дверь открылась собственно говоря в чем была основная моя претензия к этому так ты-то куда выпрыгнул писишки выпрыгивают докладка и касаться с ним сейчас не нужно так что у меня два фпс управление джойстика хоть и можно управлять но при двух фпс приходится вот так вот по чуть-чуть бегать иначе ничего то не видно как вы можете видеть корабль у нас уплывает когда ну когда стартовый крест поигрывается специальное путешествие только для вас только для нас да путешествие куда бы мы хотели отправиться мы сейчас балмур и потом кальдеру сразу же побежим выполнять этот квест на ботинки ослепляющий сквозь даже не знаю через гильдию магов цели поротнуться или напрямую побежать давайте напрямую побегу не уверен что вам нравится эти все загрузки просматривать так еще раз персонаж может такой тут черточки на на щечках на щеках я не сказать означает живее беларусь разумеется дубль номер два друзья дубль номер два у меня игра там вылетела в одном моменте вот такое случается да особенно с компьютером у которого всего лишь 12 гигабайт операционки и полтора на видеокарте тем не менее я продолжаю пытаться сделать этот ролик собственно суть то в чем в первой части я не знаю удастся ли мне его приклеить или не удастся в первой части я объяснял о том то что в 2016 году команда TES Renewal нам демонстрировала нам работающий квест на воротинке ослепляющей скорости вот в тот момент когда это произошло я подумал вау это же целые квесты то есть что это означает то что вот вот буквально еще может быть полгодик или годик и все и у нас готов skywind они уже начали делать квесты я был просто в этом уверен это был 2016 год друзья мои вот но сейчас у нас какой год и все нету нету так собственно чему посвящается этот видос этот видос посвящается двум вещам во первых обновлению новому которое будет вот тут вот скоро скоро оно называется будет святой джиуп и в нем будет вот этот вот квест ботинки ослепляющей скорости я его чинил вот и я там в одном месте на вмешиве починил другом они поломались немножечко но как бы то ни было нету сейчас пытаюсь пройти этот квест так мы снова бежим снова туда же к пельмине первый раз мы до нее добежали она там заблудилась в двух соснах не могла из них выйти это я отклонился от пути х х х х х х х х х гля гля зя зя Empire лазер стик вот ну и там в общем игра-то у меня как раз вылетела что я сейчас заново снова бегу к пельмене это уже у нас дубль номер два вот надеюсь второго дубля игра не вылетит вроде сейчас запись запустил не знаю как удастся ли это все дело склеить подрезать надеюсь в этот раз не будет никаких проблем у нас сундучки на главах наши аллиты все как надо я уже приблизительно даже знаю где есть на миши где нет на миши тут возвращайтесь к работе на это конечно печально как кальдер выглядит как во времена мараинда но это не страшно главное то что мы начали делать квесты это это круто до этого момента я вообще не предполагал что я буду заниматься какими-нибудь квестами там вообще это даже мне этого мыслях него меня в мысли было только вот отремонтировать мир и бегать по нему вот и все вот собственно говоря вот сейчас прибегаем к пельмене вон там стоит уже видно на этот раз я сделаю сохранялку тут вдруг играю еще где-нибудь как-нибудь вылетит неожиданно на какой страшный как вы можете видеть у нас тут я озвучиваю некоторые некоторые фразы с помощью нейросетей разумеется это самые лучшие движки как какие только существуют с памяткой про так пошли и что теперь ты значит будешь за наберись она действительно бегать домой прикольно тогда все побежали-побежали надеюсь в этот раз мы не запутаемся ни в каких камнях так вот так подошли камеру отдалить надеюсь в этот раз не будет никаких проблем она находится рядом так что там бежишь за мной Нет, значит в этом месте у нас сломались нам ниши. Это очень тяжко. Придется мне вот это вот место еще интактировать. Да, видите, тут она стоит, не идет. Что это было? Так, а что если мы попробуем побежать отсиделы с другой стороны? Ну-ка, побежали. Побежали, побежали, побежали. Побежали. У меня что-то вся дорога что-ли попереломалась? Так, короче, мне это надоело. Я для видео разумеется... Сейчас это делаю-то и делаю. Так, теперь... А для вас уже там в обновлении вот эти все места будут профикшены. Мне главное проверить, починилось ли вот это вот место, которое тут на пригорке. Так. Мультиплеер. ТУ. ТУ. ФЛАВЕХ. Так, ну-ка. Там внизу, друзья мои, обновления, я это поправлю. Мне главное, чтобы вот это вот место было починено. То есть это самое сложное было тут. Вот дальше этого заборчика она не хотела идти. Да, вот это место всё починено, всё отлично. Значит, там в пустыне я починю в обновлении, и там будет всё нормально. Я извиняюсь, конечно, за два фпс, но что поделаешь. Только далеко не убегают меня пельмени. Так-то она тут идёт, в принципе, не особых проблем вроде как не испытывала. Ещё и сражается с кем-то. Вообще, наверное, если на то уж пошло, в редакторе у меня там тоже фпс проседает. Из-за маленькой видеокарточки. Поэтому, то есть, глобальная починёнка нам меньше будет, только когда у меня будет видеокарточка получше. А сейчас такие, знаете ли, поверхностные. Ну, чтобы хоть как-то хоть что-то играло. Так, вот сюда, пожалуйста, беги, беги, беги. Этот мостик я чинил, по нему оно тоже должно без проблем бегать. Вот эти грибы, ещё тоже все поставлю во обновление к деревьям. Прикручу их. Так, стой, 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 стой! Стой, куда? Куда, 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 куда? Не надо никуда убегать. Где нибудь? М-м-не, нет, чё, блин? Ой, ёпсель, те мысли. Ему ещё и тут тоже где-то в каком-то месте надо чинить будет. Так, и хорошо, тогда сделаем следующее. В этом сейчас она убежит немножечко, слишком далеко убежал вперёд. Наплевать. Нефига убегать от меня. Так, теперь куда нам? А, теперь туда. Мы идём вот сюда, в Гнармог. Вот прямо по маркеру. То есть главные места я починил. Вот этот мост дурацкий. А вот то, что на дорогах возникли некоторые проблемы, хотя раньше их не было. А вот ещё одна, тоже небольшая проблема. Это всё уже мелочи. Главное, у меня основная клетка заработала. Так, ну вот, вроде уже Гнармог. Так, ну вот, вроде уже Гнармог. Ага, теперь надо, видите, напомнить, что, мол, мы пришли. Напомнить пельмени о нашей сделке. Чего без сомнии? Чего без сомнии? Теперь достаточно близко. Спасибо за помощь. Я полагаю, будет честно, если я награжу тебя. Вот возьми. Хотя мне больно их отдавать, но теперь ты владелец сапог ослепляющей скорости. Я владелец сапога ослепляющей скорости. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. И у неё после прохождения квеста, значит, появляется диалог с биографией. Мелочь, но прикольно. Отдала мне сапоги, ослепляющие скорости. И вот смотрите, какой у неё теперь диалог. Ну это ладно. Там, сами посмотрите. Тут у нас... Ну, собственно, вот сапоги ослепляющей скорости. Ничего такого особенного было взять из мода. То есть одевайте и бегайте. Вот с такой вот слепатой. Поскольку эти сапоги были озаводственно... Для скреима-то никаких антидотов там на них не предполагалось. Но мы их со временем, разумеется, этот эффект подправим. Подправим, чтобы можно было в них бегать нормально. Не то, чтобы совсем уж уберём, но сделаем в некоторой зависимости от других шумоточек. Ну вот, друзья, как бы... Всё, спасибо за просмотр. Ждём все обновления. Святой Джиуп. И молимся на то, чтобы я не сдох от голода. Всё. Всем спасибо. И пока.